Добрый день дорогие друзья! Меня зовут Владимир и в сегодняшнем нашем видео мы с вами распакуем очередную посылку, которая пришла к нам с Алиэкспресс для нашего горного велосипеда LTD ROCK 960. Сегодня у нас будет вот такая вот довольно интересная упаковка. Это будет подножка для нашего велосипеда из нержавеющей стали. Мы поговорим с вами сегодня о цене, о сроках доставки, есть ли возможность отслеживания такого товара, кто был почтовый отправитель, потому что довольно многое зависит именно от компании, которая доставляет тот или иной товар, о сроках доставки поговорим, ну и вообще о преимуществах и недостатках такого элемента. Поехали! Итак, вот таким вот образом выглядит наша подножка для горного велосипеда. Она универсальная, независимо, скажем так, от вашей модели, марки, велосипеда. Подходит она, в принципе, для любого горника. Значит, сразу хочу что сказать. Цена на эту подножку была 9 долларов 91 центра. Вот вы можете видеть, что даже есть специально, на специальном стикере, скажем так, ну, картинка именно того, как выглядит должна подножка. Это для таможни, это наклейка CN22, формата CN22 для таможенных органов. Цвет черный, было два цвета. Мы заказали черный под цвет нашей, ну, в раме, в принципе, под основной цвет нашего велосипеда. Также был цвет еще синий и красный. Цена 9 долларов 91 цент, довольно, ну, скажем так, недешевая. Подножка была одна из самых таких, ну, на мой взгляд, качественных и по отзывам. Отзывы я всегда, в первую очередь, изучаю перед покупкой того или иного товара, независимо от для велосипеда, покупаю для машины или для дома. Значит, благодаря нашему кэшбэку мы сэкономили ровно доллар. Итого, с нашей карточки списали 8 долларов 91 цент. Обязательно на нашу партнерскую программу, на кэшбэк, ссылку, как всегда, я дам в описании. Все, кому интересно, все, кто хотят сэкономить на Алиэкспрессе, кстати, до 90% можно сэкономить на разные товары, я обязательно дам в описании. Вот. В принципе, сразу хочу сказать о почтовой компании. Почтовая компания «Чайна-Пост» — это самый надежный такой почтовый отправитель, почтовый оператор. Конечно, не быстро она нам шла, 30 дней шла вот эта вот посылка, ну, на мой взгляд, до Минска. До Минска 30 дней, для России она идет примерно 20-22 дня, до Украины примерно 25 дней. Это в среднем. В среднем по отзывам людей, которые уже непосредственно получали такую посылку и в отзывах пишут о таком товаре. Вот. Поэтому сейчас мы ее распакуем. Дальше поговорим о том, скажем так, вообще, стоит ли ее покупать. Эту посылку, ну, конечно, мы ее установим и протестируем, как она будет уже в действии на нашем велосипеде. Распаковываем наш пакет. Стандартная упаковка, полиэтилен. Внутри я уже вижу пузырчатая упаковка идет далее. Вот такая вот длинная. Здесь еще замотали таким черным скотчем, чтобы она не выпала. Не знаю, может, нам и не стоит его обрезать. Попробуем достать мы нашу подножку через небольшой проем, который есть с краю. Вот таким вот образом выглядит подножка. В принципе, опять же, стандартный крепеж. Здесь вставки из резины. Это резина для того, чтобы не поцарапать наш элемент велосипеда. Значит, сами крепежи здесь шестигранные. Стандартно, в принципе, как и все остальные крепежи, в основном в любом городном современном велосипеде идут шестигранные. Поэтому, заранее, перед тем, как покупать, вы посмотрите у себя, если у вас в инструментах, именно шестигранник, для того, чтобы можно было раскрутить и закрепить уже подножку на велосипеде. Значит, внутри самого механизма установлена скрытая пружина. Вот я сейчас вам покажу. Довольно жестко пружинит, но механизм действительно очень надежный. Монолит. Ничего не скажешь. Металл очень хороший. Это не ржавейка. Именно нержавеющая сталь. Потому что велосипед часто подвергается различным воздействиям погоды, дождь, снег. Иногда даже те, кто любит ездить и в снежную погоду. Поэтому металл действительно здесь хороший. Очень тяжелый. Где-то, ну, по крайней мере, на декларации, то, что указано на СН-22, вес указан 330 грамм. Да, действительно, здесь даже, я думаю, даже может и больше, чем 330. Довольно увесистая такая подножка. Далее. Основание подножки. Вот таким вот образом оно выглядит. Это пластик. Обычный пластик. Но вы можете видеть, немножко не очень красиво, конечно, здесь внизу отлита. Но, в любом случае, это все поцарапается. Постоянно, когда мы будем ее выпускать, использовать, все это, ну, кажется, постепенно будет изнашиваться. Вот. Далее. Здесь есть еще один такой шестигранник. Довольно интересно скрытый. Вот такая вот подножка. Ее можно регулировать. Регулировать мы будем уже тогда, когда установим основной весь механизм на нашу трубу. И далее будем уже смотреть по углу, как нам необходимо. Очень удобно, в принципе, здесь все сделано. Вот есть такая специальная выемка или паз, для того, чтобы можно было регулировать по высоте вынос вот этой вот трубки. Опять же, хочу сказать, что очень прочный металл. Это действительно, это не реклама. Я покажу вам, вот. Вы можете видеть, это действительно все отлито. Здесь никаких составных частей, кроме вот этого вот, скажем так, элемента с пружиной нет. Ну, и самой ножки, которая выдвигается. Вот это здесь самый основной механизм, на который приходится, в принципе, основное усилие, когда стоит велосипед, скажем так, вся масса велосипеда, приходится вот на этот вот узел. Ну, в принципе, и на этот. Здесь все отлито. Это все монолит. Очень толстый металл. Здесь никаких полостей, ничего нет. Внутри только стоит пружина. Пружина довольно, видно, жесткая, очень такая твердая, потому что, чтобы опустить подножку, приходится, в принципе, перекладывать довольно, ну, большие усилия. Вот таким вот образом выглядит наша подножка. Опять же, хочу сказать, что цена нам составила 8 долларов 91 цента. Обязательно на этот товар я дам ссылку также в описании. Вы можете посмотреть характеристики, более подробное описание этой подножки. Есть три цвета. Синий, черный, если не ошибаюсь, и красный, полностью красный. Ну, вставки здесь везде, по-моему, идут у них такие вот красные. Это обычная наклейка. Я думаю, со временем, конечно, она в любом случае быстрее всего, наверное, ну, или отлетит, или поцарапается. Ну, это не суть, это не важно. Самое главное, что основной цвет черный. Нас это, в принципе, устраивает. Ну, а теперь переходим к установке нашей подножки уже на наш велосипед. Итак, переходим к нашему велосипеду. LTD Roco 960. Довольно недавно мы еще его купили. Значит, место, где мы будем крепить нашу подножку, мы уже заранее выбрали. Это будет вот эта вот наша труба, которая отходит от механизма педали. И, в принципе, вот в этом районе. Сейчас мы будем смотреть. Я думаю, что, наверное, где-то вот здесь вот. Главное, чтобы не было трения покрышки о механизм. Ну, и чтобы здесь тоже ничего не мешало нашему специальному гриперу, который держит уже колесо. Поэтому, в любом случае, я думаю, что где-то вот здесь вот. Ну, мы уже будем далее равняться, будем смотреть. И далее посмотрим, как говорится, нужно ли нам регулировать вынос, вынос нижней трубки нашей подножки. Ну, поехали. С установкой мы решили нижний крепеж подножки снять, чтобы он не мешал нам при установке основного механизма. Использовать ключи мы будем обычные шестигранники. Здесь они двух размеров, двух видов. Это обычные мебельные шестигранники. Есть у нас, конечно, ключ и трещотка. Но мы просто, скажем так, показываем и на подручные инструменты, которыми вы можете спокойно произвести установку вот такой подножки. Конечно, те, у кого есть трещотка, инструмент, как и у нас, лучше всего делать это трещотка. Это более удобнее, конечно, но, наверное, и может где-то, скажем так, более практичнее. Мы, конечно, потом обязательно трещоткой еще подожмем, когда уже установим наш механизм. Но, в любом случае, я показываю то, что можно использовать, если у вас есть вот такое под рукой. Я думаю, что есть у каждого вот такие вот вещи. И те, кто покупал любую мебель, они всегда такие инструменты идут в комплекте. Здесь, значит, это два вида шестигранников. Вы можете видеть один чуть тоньше, другой чуть толще. Точную толщину я сейчас только наглядно не скажу. Ну, примерно где-то 2,5 мм маленький и 3 мм получается в диаметре большой ключ. Вот таким вот образом нижнюю часть мы сняли. Вот этот вот крепеж, который маленький болт, он идет с маленьким, примерно 2,5 мм диаметр. А уже основные крепежи, все три их болта идут уже на 3 мм болтах. Будем использовать уже второй ключ. Ну и переходим теперь уже к установке. Место примерно мы выбрали. Подсчитали мы примерно, что нигде тереть ничего не будет. Это вот в этом месте. Подножка будет немножечко выходить за грань нашего узла крепежа колеса. Вот таким вот образом, в принципе, мы планируем ее устанавливать. Ну, теперь давайте мы до конца разожмем, снимем внешний крепеж и будем устанавливать. Итак, механизм наш разжат. Я думаю, полностью даже снимать заднюю стенку не стоит. Резинки наши выпали. Мы сейчас их обратно сюда вставим. Это настоящая хорошая резина. Довольно неплохая, поэтому ничего подкладывать своего здесь смысла нет. Можно сразу устанавливать. Я думаю, что царапин никаких в процессе эксплуатации этой подножки у нас не возникнет. Также хочу отметить, что вторую часть подножки держит вот такой вот ползунок. Довольно интересный ползунок. Очень, опять же, надежный. Из хорошего металла сделан. Здесь специально есть такой направляющий металлический. Все отлито из металла. То есть, никаких здесь крепежей, там, заклепок, ничего нет. Здесь все литое. Это очень хорошо. Это, действительно, очень надежная система. Я однозначно не сильно, как профессионал в этом деле, но даже как не профессионал, могу это отметить. И вот таким вот образом, примерно, мы будем крепить нашу подножку. Сейчас мы примерно примерили где-то вот под таким наклоном. Сейчас можно нижний болт, в принципе, уже нам вставить обратно в разъем, чтобы закрепить немного подножку на раме велосипеда. И далее уже будем переходить также к установке верхних болтов. До конца их желательно не зажимать, для того, чтобы имелась еще у нас возможность регулировать и по наклону, и по длине. Вот, вы можете видеть, нижняя часть у нас уже закреплена. Сейчас мы также закрепим наши верхние болты. Также хочу отметить, что довольно продуман сам вообще весь механизм крепежа подножки. Сейчас я вам покажу. Вот, есть такие специальные пластиковые заглушки. Они устанавливаются с задней стороны болтов, получается, вот здесь вот. То есть, они как бы тем самым закрывают попадание грязи на саму резьбу болта и играют также еще декоративную функцию. Здесь есть также три таких заглушки. Столько, сколько и основных крепежных болтов. Также до конца мы наш второй болт не зажимаем. Опять же, скажу, что сам крепеж, крепеж механизма подножки, он универсальный. То есть, он подойдет, в принципе, для любой рамы, благодаря тому, что здесь очень большой вынос именно самого крепежа, довольно длинная, ну, большая длина болтов. И это способствует, в принципе, установке этой подножки на любой велосипед, начиная от детского и заканчивая уже горным, горным современным велосипедом. Так, и сейчас вот мы смотрим, до конца наши болты не зажаты, можно, в принципе, их еще немножко поджать. Довольно удобно, кстати, использовать ключи, которые, вот, мебельные ключи, о которых я вам говорил, шестигранные. Довольно простые они в пользовании. Опять же, говорю, что трещотка, возможно, быстрее делает, конечно, зажимает, чем такой. Но, опять же, если у вас ничего под рукой нет, мебельные ключи подойдут идеально. Ну, а теперь смотрим, чтобы ничего не мешало. Здесь у нас ничего, в принципе, не мешает. Спокойно проходят спицы, ничего здесь у нас такого, в принципе, сверхъестественного нету. Вот, теперь мы смотрим, давайте мы установим теперь наш второй элемент подножки. Поставим мы его на планку и уже, скажем так, посмотрим, убедимся, все ли нормально. Но, на мой взгляд, кажется мне, что немножечко мы, наверное, переборщили. Надо немножечко назад еще подножку передвинуть, вот в эту сторону, на нашу вот эту вот наклейку. Где-то вот таким вот образом, я думаю, надо будет устанавливать уже наш крепежный механизм. Вот на таком примерно уровне, на такой длине мы решили уже основательно закреплять нашу подножку. Сейчас я вам покажу более наглядно. Вот так вот она будет уже у нас смотреться. Дело в том, что это место, к сожалению, нам пришлось все-таки крепить на нашу наклейку, где написано XSET Geometry. Это новая рама 2018 года. Но зато у нас наша подножка, она не будет сильно выступать за тормозной механизм. При этом она сейчас плотно зафиксируется. Она не будет мешать тормозной системе, не будет задевать ни списы, ни колеса. И в любом случае, на мой взгляд, ну, довольно и симпатично, если даже брать эстетично, она смотрится вот именно в таком положении намного лучше, чем было у нас первоначально, как мы вам показывали. Хочу отметить, что подножка не должна ни в коем случае мешать педали. То есть, именно не должно быть очень плотно она находится к педалям. Поэтому мы приблизительно отмерили около 5 сантиметров от края педали, чтобы нога ни в коем случае не терла во время движения по подножке, чтобы не было повреждений ни ноге, а, скажем так, ни элементу велосипеда. Вот таким вот образом, на наш взгляд, будет наиболее оптимальна установка этой подножки. Ну, а теперь переходим к зажиму наших болтов, установке декоративных пластиковых колпачков и уже затем будем регулировать вылет нашей подножки. Все наши крепежи верхнего уровня 3 болта зажаты, заглушки пластиковые также нами закреплены, вы можете видеть, все ровно, в принципе, никаких, скажем так, углов или отклонений у нас нет. Сейчас мы переходим уже к нижней части нашей подножки, будем регулировать непосредственно вынос по направляющей вот этой части подножки, для того, чтобы наш велосипед надежно и уверенно стоял уже на земле и не облокачивался, скажем так, ни во что другое, а только на подножку. Итак, переходим к регулированию. Опять, как я сказал в начале нашего видео, все довольно просто. Для регулирования второй части подножки применяется 2,5-миллиметровый вот такой вот шестигранный ключ мебельного формата. Достаточно просто немножечко раскрутить наш болтик и уже далее регулировать по выносу вторую часть подножки. Делается это все довольно просто, она ходит вперед-назад, вынос довольно большой, опять же, подножка универсальная и регулируется для любого, даже детского велосипеда. Если для детского, то просто необходимо на максимальный вынос вогнать ее в паз и все. Мы где-то примерно выберем, наверное, средний вынос, вот такой вот. Сейчас будем уже подгонять непосредственно под угол наклона велосипеда, пока не сильно закрепим болт шестигранным ключом. И переходим уже к проверке, как у нас будет сейчас на подножке стоять велосипед. Итак, велосипед стоит на подножке, подножка сама по себе держит довольно уверенно неплохо. Небольшой наклон велосипеда допускается, я даже сказал бы, что даже еще можно больше делать наклон. Главное, чтобы велосипед не стоял полностью ровно под углом 90 градусов. Дело в том, что даже небольшое дуновение ветерка может его просто, скажем так, уронить на противоположную сторону от подножки, то есть на землю. И он просто упадет и поцарапает свои какие-то определенные части. Такой наклон довольно, в принципе, неплохой. Ну, я думаю, что, наверное, делать его больше не стоит. Меньше, наверное, я думаю, что даже можно. Можно немножечко еще нашу часть подножки поднять вверх и сделать наклон чуть больше, чем он сейчас есть. Немножко отрегулировали мы нижнюю часть подножки. Угол чуть-чуть стал у нас больше. Вот под таким углом сейчас стоит велосипед. На мой взгляд, это вполне оптимально. Он не упадет. Опять же, стоит на подножке он довольно надежно. Падать он даже не собирается. Сейчас посмотрим, как вообще происходит у нас, скажем так, процесс складывания подножки. Ну, ногой это, конечно же, будет все происходить. В любом случае, я покажу рукой. Все довольно просто. Сейчас посмотрим, как будет складываться подножка. Я покажу рукой. В принципе, конечно, процедура вся эта будет происходить где-то на улице ногой. Но, в любом случае, опять же, не составляет труда это сделать будет ногой. Рукой делать это также довольно просто. Я специально сделал небольшой вынос от тормозного механизма для того, чтобы удобно было в движении ногой, нажав на конец нашей подножки, спокойно ее опустить. Довольно удобно она опускается. Довольно, скажем так, не сильно нажать на край вот этого пластикового элемента. И она уже полностью сама опускается благодаря встроенной внутрь механизмы пружины. Вот таким вот образом сейчас выглядит наша подножка. В принципе, на мой взгляд, она довольно неплохо сейчас отрегулирована под меня, под именно тот угол, который мне нравится. Вписалась она довольно неплохо. Опять же, я покажу, что цвет рамы и цвет самой подножки, в принципе, он сочетается. Также есть красная вставка. У нас тоже есть красная вставка на раме. Но, на мой взгляд, под цвет нашей рамы, под основной цвет нашего велосипеда, она вписалась очень даже неплохо. Она не выделяется. И самое главное, что она надежна. Ну, в принципе, тестирование, таким образом, мы с вами провели. Действительно, она надежна. Гарантии, которые дает производитель на нее, составляет 36 месяцев. Я думаю, что 36 месяцев она при постоянной эксплуатации, при ежедневном использовании, она однозначно продержится. Металл очень хороший. Внешне тоже вопросов никаких нет. Ни царапин, ничего. Скажу только одно, что, конечно, недостаток тот, что 30 дней она шла до Минска. Ну, до России, я думаю, она будет идти намного меньше. Возможно, 20-25 дней. До Украины где-то также где-то 20-25 дней. Я думаю, что до Киева она будет идти. Таким образом, в любом случае, все ссылки на партнерскую программу Кэшбэк и на самого продавца я всегда укажу в описании. И также, на мой взгляд, я думаю, что стоит к этой подножке, также, возможно, еще те, у кого тонкая рама, дополнительно присмотреть сюда можно резину от камеры. От камеры или покрышки, остаток какой-то, для того, чтобы у вас она не ходила юзом. У меня стало все идеально. То есть, у меня рама, в принципе, стандартная. У меня никаких ничего, я подложек сюда не вставлял. Здесь идет стандартная резина, резина, которая шла в комплекте. Она держит просто, ну, монолит. То есть, ее уже ничем не сорвать, только если открутить шестигранным ключом. Ну, а сейчас в заключение нашего небольшого видео касательно нашей подножки. Я отмечу, что я действительно рекомендую в покупке такой элемент. Натежный механизм, внешний, действительно, подойдет под практически любую модель велосипеда. Цена, которая у нас в итоге получилась 8 долларов и 91 центр, благодаря нашему кэшбэку, на мой взгляд, это очень оптимальная цена. Для справки я скажу, что в Минске точно такая же подножка, именно точно такая же подножка, я думаю, что даже фирма-продавец закупает именно там же на Алиэкспресс, стоит порядка 25 долларов США. То есть, в любом случае, практически в 2,5 раза, даже в 3 раза эта подножка стоит дороже. Я думаю, что в России и Украине ситуация будет с ценами точно такая же. Как всегда, все ссылки будут в описании. Если у вас есть какие-то вопросы, предложения или пожелания, присылайте нам на наш YouTube-канал или оставляйте на нашем сайте autoblockar.ru или buzzlight.ru. Ссылки на сайт будут под видео и под описанием. Большое спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok